Родовые башни – главная гордость ингушей. Изящные, строгие и аскетичные таких уникальных сооружений нет больше нигде. В этом году впервые отметят День ингушских башен. Указ об учреждении нового республиканского праздника подписал глава республики Махмуд Али Калиматов. Памятная дата будет праздноваться ежегодно в третью субботу мая. В честь праздника в регионе уже начались культурно-исторические и научно-просветительские мероприятия. С докладами о башенной культуре ингушей выступают сотрудники научно-исследовательского института республики. Культура строительства башен своими корнями уходит в глубокую древность – к эпохе строительства пирамид. На сегодняшний день особое внимание уделяется вопросам защиты и сохранения культурного наследия. За последние годы удалось реконструировать сразу несколько башенных комплексов. Разных памятников истории и культуры в Ингушете насчитывается около 1500 объектов, из которых порядка 100 объектов являются конкретно башенными замкового типа поселениями. Все они находятся на различной стадии сохранности, и многие из них нуждаются в профессиональной реставрации и консервации. Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные башни, сосредоточенные в горной части Ингушетии. Некоторые поодиночке, другие – целыми городами с жилыми постройками, святилищами и могильниками. Таких башенных комплексов сохранилось несколько – Эрзи, Гекал, Таргим и самый известный – замковый комплекс «Вовнушки». Он же стал финалистом проекта «Семь чудес России». Так вот смотришь на них не просто, как на красоту, такую чрезвычайную, понимаете, но когда смотришь на них, как на источник, когда вписываешь в эпоху, тогда складывается совершенно иное, как говорится, представление обо всем. О многих фактах о строительстве башен и их архитектуре ингушским ученым в большей степени известно из народного фольклора. Землю для строительства башни выбирали основательно. Обязательным условием было завершить строительство в течение года, а состав раствора для многовековых сооружений до сих пор остается загадкой. Строительство для ингушского народа являлось одной из значимых сфер в жизни. И даже самоназвание ингушей, по подтвержденным данным ученых, связано с башнями. Галгай происходит от слова гала – башня и означает жители башен. Если вы обратите внимание, например, слово гал – это глыба. Глыба, она, значит, выступает над поверхностью почвы. Если мы возьмем гал, гал тоже, если посмотреть на плоскость, на почву, так сказать, относительно почвы, то она тоже выступает вперед, вверх. Если мы возьмем на иврите, гал – это волна, она тоже выступает вперед. То есть, какое бы значение мы ни взяли, со словом гал или гал, она всегда, это всегда слово, которое будет идти вверх, ввысь. Организовал семинар «Ингушские башни. Наследие ингушского народа», отдел истории научно-исследовательского института. Главная цель – привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения культурного наследия. Отмечают, что памятники средневекового зодчества являются основным элементом материальной культуры. О них нужно говорить и популяризировать среди молодого поколения. Основной упор делал все на то, чтобы подрастающее поколение знало о своей материальной культуре. Надо отметить, что горные ингушетии, где в основном сосредоточены и находятся эти наши башни, и боевые, и жилые, и полубоевые, это является, как говорится, визитной карточкой нашей республики. На встрече также отметили, что в Ингушетии до сих пор находятся новые неизученные объекты архитектуры и культуры. Раскопки и исследования проводят работники археологического центра имени Крупнова. Диана Дударова, Умар Газдиев, Новости 24.